МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подведем итоги, расставим акценты. Главное за неделю на 24КИЗ. Я Саня Кубжасарова. Здравствуйте. Три недели осталось до начала нового учебного года в Казахстане. Сегодня в республике работают 7859 школ. Из них в 3000 образовательных учреждениях занятия проходят в одну смену. Еще в 4700 школах уроки идут в три смены. И самый болезненный вопрос – трехсменка. В 106 школах республики занятия идут в три смены. Проблема не новая, и в Министерстве просвещения, конечно, они знают. Так, по итогам только 2022-2023 учебного года 29 школ перестали работать в три смены. И в таком же ритме, как заверили нас в профильном министерстве, работа будет продолжена. А полностью решить проблему с трехсменкой в стране планируют до конца 2026 года. По итогам 2023 года мы уже решили вопрос с трехсменкой, с 29 трехсменными школами путем ввода 165 новых школ. Это вот по итогам 2023 года. И открытием 137 тысяч новых мест. То есть уже какой-то процент он решился. То есть на сегодняшний день в Казахстане остается всего 1,3% именно трехсменных школ. Но мы его планируем решить до конца 2026 года. Прям полностью вопрос с трехсменкой, с дефицитом ученических мест полностью искоренить. В разрезе регионов страны наиболее ощутима проблема трехсменных школ в трех мегаполисах республики. Городах Астана, Алматы и Шымкент. А также в Туркестанской и Алматинской областях. Сегодня в Казахстане не хватает 260 тысяч ученических мест. И это не учитывая нового контингента учащихся. Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, на момент выхода программы в эфир с заявки на зачисления в первый класс подали 360 тысяч первоклассников. Цифра не окончательная. В профильном ведомстве рассказали, как будут решать проблему. Только вот в Астане в этом году, 1 сентября, откроется 12 новых школ, в том числе 8 школ. Это комфортные по нацпроекту, комфортные школы. Также есть 3 школы, которые строятся за счет фонда поддержки инфраструктуры образования. В этом году путем ввода 302 новых школ на 530 тысяч ученических мест мы планируем решить данный вопрос именно с дефицитом. Не забывают в ведомстве и про действующие школы. В этом году почти 1300 объектов образования нуждаются в ремонте. Из них модернизации подлежит 1000 школ. Еще в 280 будет проведен капитальный ремонт. 208 комфортных школ построят в Казахстане до конца года. В рамках нацпроекта всего за 24 месяца планируют сдать в эксплуатацию 369 объектов. 208 из них до конца 2024. И еще 161 школу до конца следующего. Появятся почти 750 тысяч новых ученических мест. Общая сумма финансирования больше 2 триллионов тенге. 44% от общего количества или 163 новых образовательных учреждения будут расположены в сельской местности. Больше всего комфортных школ построят в Туркестанской и Алматинской областях. 63 и 53 соответственно. А в столице 24 учебных заведения. Как уточнили в компании, в стройработах на 90% будут использованы материалы отечественного производства. Японский банк международного сотрудничества и Банк развития Казахстана заявили о намерении подписать соглашение по финансированию совместных проектов на сумму 200 миллионов долларов. Об этом стало известно во время встречи премьера Олжаса Бегтенова с председателем Японского банка международного сотрудничества Хаящи Набумицу. Как подчеркнул глава правительства, Джейбик вносит существенный вклад в развитие торгово-экономических отношений между двумя странами. Японский банк международного сотрудничества профинансировал в Казахстане 26 проектов на сумму 2 миллиарда 300 миллионов долларов. В таких сферах, как энерго- и водоснабжение, горнодобывающая промышленность, а также транспорт и логистика. Япония наш ключевой торгово-экономический и инвестиционный партнер. Сегодня казахстанско-японские отношения развиваются в духе расширенного стратегического партнерства. Правительство Казахстана приветствует намерение расширить горизонты сотрудничества и готово оказывать необходимую поддержку в реализации совместных проектов. Казахстан и Япония продолжают развивать сотрудничество в сфере возобновляемой энергии. После обсуждения новых проектов с Банком развития Казахстана и несколькими газовыми компаниями ожидается значительный вклад в устойчивое развитие страны. Председатель Японского банка международного сотрудничества Хаяши Набумицу подчеркнул, что японские компании проявляют большой интерес к расширению бизнеса в Казахстане. Мы собираемся подписать меморандум о взаимопонимании с Банком развития Казахстана. У нас уже давно сложились прочные отношения, в рамках которых мы поддерживали проекты в области нефти и газа. Планируем обновить и укрепить наши долгосрочные отношения. Это касается энергетики и других секторов, поскольку мы видим все больше возможностей в Казахстане, экономика которого стремительно развивается. Как официальные представители, поддерживающие японскую бизнес-деятельность за рубежом, мы хотели бы привнести все больше японских технологий и ноу-хау. На неделе в Астане прошел первый бизнес-форум «Си-5 плюс Япония», объединивший представителей пяти центрально-азиатских государств и больше сотни ведущих японских компаний и организаций, работающих в ключевых секторах экономики. В нем участвовали премьер Казахстана Улжас Бектенов, председатель Совета директоров Марубени Корпорейшн, президент Японской ассоциации по торговле со странами СНГ Ротоба, а также руководители крупных японских компаний «Тойота», «Митсубиши» и «Митсуи». На площадке форума собрались больше 450 представителей делегаций стран центрально-азиатского региона и Японии. В своем выступлении глава Кабмина подчеркнул, что регион заинтересован в трансферте технологий. В центральной Азии создают уникальную IT-экосистему, которая позволяет модернизировать сектор государственного управления, финтех и электронную коммерцию. Отметил Ужас Бектенов. Япония по праву считается одним из экономических и технологических лидеров глобального наследства. Продукция японских компаний славится своим качеством, надежностью и инновационностью. Страна неизменно находится в авангарде прогресса, внося неоценимый вклад в улучшение качества жизни людей по всему миру. В свою очередь, центральная Азия – это динамично развивающийся регион с огромным потенциалом роста и всеми условиями для всестороннего сотрудничества. Реализация транснациональных проектов с участием японских инвесторов, несомненно, способствует повышению уровня экономической взаимосвязанности региона. Сегодня в Казахстане, как и в других государствах Центральной Азии, проводятся масштабные экономические преобразования, которые открывают новые возможности для взаимовыгодной кооперации с партнерами. Глава правительства акцентировала внимание на взаимодействии Центральной Азии и Японии в части трансферта передовых технологий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Есть возможность создавать совместные инновационные кластеры, технопарки и инкубаторы. Также перспективными нишами для сотрудничества являются искусственный интеллект, строительство дата-центров, а также обеспечение кибербезопасности. Интерес также вызывают применяемые в Японии агротехнологии, базирующиеся на искусственном интеллекте, робототехнике и других передовых достижениях науки. Для представителей Японии представлена прекрасная возможность приехать в этот регион и увидеть перспективы для бизнеса. Мы убедились, что Центрально-Азиатский регион, в особенности Казахстан, быстро и динамично развивается. Видно, что правительство инвестирует в молодое поколение. Поэтому я и ощущаю в Казахстане мощный импульс развития. Япония – один из ключевых партнеров Республики Восточной Азии и сегодня входит в топ-10 крупнейших инвесторов. Товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос на 10,5% и достиг больше 2 миллиардов долларов. Только за пять месяцев с начала года аналогичный показатель достиг почти 770 миллионов долларов. А накопленный объем капиталовложений Японии в экономику Казахстана, начиная с 1993 года, составил почти 8 миллиардов долларов. Такую уходящую неделю увидела команда программы «Акценты». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова